Когда происходит бесконечное раздражение на человека, то я рекомендую использовать в противовес этому состояние сострадания. Можно сострадать человеку. Когда начинаешь видеть, как человек тебя раздражает и не можешь послать то чувство, которое в тебе возникает, то начинаешь сострадать этому человеку. Говорить себе бедненький, вот не получается у него ничего. И после этого можете его погладить. Почему? Сострадание является высоким духовным элементом, который помогает человеку. Вот смотрите, человек страдает, а когда вы ему сострадаете, то это ему помогает. Понятно? Поэтому нужно человеку сострадать, если он кричит. Когда человек кричит, он страдает. Тогда что нужно делать? Не кричать же ему и страдать. Тогда кто будет сострадать? Тогда что нужно сделать? Когда человек кричит, ему нужно сострадать. То есть человек говорит, вот там сколько можно, говорит, да, так и есть, да, бедненький, конечно, мне тоже там. А еще, если вы мужчина и видите, как кричит женщина, запомните первое правило, оно звучит так. Если женщина кричит, что бы вы не хотели сказать, ничего не говорите, молчите. Это самое лучшее, что может произойти для нее и для вас. Потому что женщина – существо, бесконечно накапливающее чувство. Также могу сказать, что женщина – существо, которое возбуждено всегда. Оно возбуждено в мозгах, в чувствах, в физическом теле. Возбуждение всегда, во всем. А мужчина – это временное возбуждение. То есть в основном он успокоенный. А потом проявляются вот эти элементы, там, возбудился, не возбудился и так далее. И из-за этого женщина, она всегда возбуждена, а возбуждение, оно подразумевает бесконечное желание. Когда человек возбужден, то у него появляется желание. А когда желание, они должны как-то выплескиваться. И когда желание не исполняется, и они выплескиваются, то происходит непонимание мужчины. Что нужно сделать? Мужчина должен выслушивать эти пожелания, даже несмотря на то, что они громкие, и поддерживать этого человека, но 100% не стараться воспитывать. То есть не надо ни ультиматумы, ни крики, ни вытраченные глаза, ни «я уйду». Ничего этого не нужно. Мужчины и женщины по-разному вообще воспринимают окружающий мир, по-разному ведут семью. Если женщина кричит, это не значит, что она к вам плохо относится. Если женщина кричит, это не значит, что она хочет расставаться. Если женщина кричит, это не значит, что все плохо. Просто она кричит. Покричала, после этого подождали, и после этого возобновили общение. Дело в том, что если не давать женщине кричать и затыкать ее все время, то она будет вновь, и вновь, и вновь, и вновь, и вновь кричать. Вот смотрите, у меня чашка наполнена. Она пока не выльется, она будет все время набрата. Понимаете? Вот она начинает выливать то, что в ней накопилось, а вы обратно ставите. Она начинает выливать, вы обратно ставите. Что нужно сделать? Так пусть выльет уже, слушайте, пусть выльет. Пускай выливает. Нужно это все выслушать. Если есть обвинение, сказать, да, действительно я виноват, каюсь, больше этого не будет. Ну и все. Даже если это не так. Кто умнее? Обычно мужчины, знаете, они делают так. Я все равно докажу, я все равно докажу. При этом я умный. Нет, умнее тот, кто сдержался. Раз мужчина считает себя умным, считает себя руководителем, значит он должен знать первое правило руководителя. Выслушай и сделай все, как тебе нужно. И все. Я никогда не кричу в семье. Почему? Я всех выслушиваю. Я несколько раз выслушал вот свои жизни и после этого это все закончилось. Почему? Когда выслушал, после этого поддержал, после этого договорился и после этого на это.